народ всем привет сегодня будет странное видео видео опять обращение к клиентам смысл цель какая это будет маленький ликбез о том какие автомобили в принципе мы находим на что мы в основном смотрим и почему стоит покупать те автомобили которые мы рекомендуем естественно лучший автомобиль в мире был бы если у него один владелец минимальный пробег там 15 20 тысяч километров ни одного крашеного элемента сервисная книжка со всей истории два комплекта колес максимальная комплектация стоит он дешевле рынка на 20 процентов и еще вам владелец дает рассрочку беспроцентную на там на 5 лет вот это был бы оптимальный вариант но его не найти в принципе это слишком идеально такие автомобили находятся когда им например год-два еще можно найти такой автомобиль 3 года но когда автомобиль например 5 7 10 лет тогда уже состояние начинает складываться из большого количества факторов у нас к сожалению нет шпаргалки вот такой вот и он я так и не могу не смог разработать и я думаю это невозможно по параметру по которым мы бы сказали вот это с вами хороший а вот этот вот плохой строго идя по шаблону не получается любой автомобиль совокупность целых факторов например нет ни одного крашеного элемента это плюс минимальный пробег это плюс один владелец это плюс но например требуется вложение в виде там то двигателя это минус требует замен тормозных дисков это минус например трещина ловом стекле это тоже минус и таких минусов и плюсов в любом автомобиле большое количество цена цена автомобиля это тоже всегда или плюс или минус она не бывает нейтральной она бывает или в плюс автомобилю если она низкая или в минус автомобиль если она высокая но даже она является всего лишь пунктиком в общем описание автомобиля и поэтому наша задача это найти автомобиль в котором плюсы явно и сильно перевешивают недостатки минусы причем не количеством было у нас даже такая ситуация когда бы была клиент который мы ищем автомобиля еще искали и ландкрузер сотку древний 2003 года примерно и мы расписываем плюс и минус автомобиля и она звонит а у нее муж по моему армянин она звонит и говорит ребята пожалуйста не пишите столько минусов мы говорим как как у меня муж просто смотрит что плюсов там например 5 а минусов 6 ему уже не интересный автомобиль и не важно что плюсы там один владелец сам родной пробег без крашеных элементов а минусы это скол или требует там замены масла в редукторах или еще что-то ему не важно просто количество посчитал 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 и все и его уже не нравится это глупо может количество плюсов и минусов не это ними не решающие значение важен вес каждого из них я прямо сейчас на примере лимонки расскажу вам что такое сочетание плюсов и минусов например плюсы лимонки это родной окрас это небольшой пробег это хорошее техническое состояние то есть автомобиль обслужен цепь поменена тормозные диски стоят уже от и ромашки подготовленные два комплекта колес технически она без проблем технически она в отличном состоянии вот три плюсов всего кажется да это те которые мне в голову сейчас на скидку пришли 3 плюс давайте по минусам пройдемся минусы два владельца в птс я третий у нее два владельца я не с первых рук ее брала именно у него владельца по птс я третий дальше относительно не средняя комплектация скажу вот так средняя потому что у них бывает еще люк кожаный салон передний парктроники дворник сзади этого ничего у меня нет то есть комплектация по сути средняя бывает круче минус был треснуше лобовое стекло когда я покупал минус минус требовалось сделать от т.о. и прочее 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 минус минус цена высокая минус минус коцки по кузову есть тут по крайней мере 4 элемента требует окраса сзади слева арка крышка багажника с правой стороны дверь и ну по сути бы капот можно посчитать капот тоже в сколах шесть минусов шесть минусов и три плюса всего лишь и естественно я ее беру если с ней покупаю почему потому что сила плюсов и минусов она тоже имеет значение то есть например родной окрас это сильный плюс он гораздо сильнее чем требуют требования покрасить нескольких элементов гораздо сильнее и он сильнее чем два владельца в птс уже надо момент покупки он сильнее почему родной окрас означает что автомобиль не был в дтп не был даже мельчайших потому что даже бампера в родном окрасе полностью а для автомобиля такого класса то есть это спортивный заряженный лифтбэк на нем обычно гоняют там пацанчики молодые поэтому для нее это серьезный плюс очень серьезный плюс сразу плюс какой следующий небольшой пробег относительно куча 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 смотанных пробегов разных да и вообще автомобили с пробегами 150 200 тысяч там уже даже рс их полно с такими пробегами поэтому небольшой пробег это сильный плюс далее хорошее обслуживание у нее действительно хорошее обслуживание если посмотреть то на ней не экономили на запчастях то есть когда ее обслуживали обслуживали хорошо дорого и качественно например масло в дтп меняли на дилере например когда меняет сайлентблоки задние сайлентблоки передних рычагов поставили от audi s5 это очень хорошо тоже большой плюс потому что не все так делают тормозные диски от и ромашки это вложение можно было поставить оригинал но нет ребята заморочились поставили что-то подороже вот это плюсы цепь поменяли на 60 тысяч тоже плюс плюс вот именно вот эти плюсы их всего может быть три там четыре но они перевесили шесть минусов которые я назвал просто минусы незначительные если мы например вам пишем в отчете по автомобилю минусов вроде бы много но вы присмотритесь насколько они важны насколько они скажем так критичны потому что мы не можем себе позволить не указать вам что-то это будет наша ошибка если мы например вам не укажем что там есть скол это наша ошибка однако является ли это таким минусом из-за которого стоит отказываться автомобиля но естественно нет лобовое стекло с трещиной ну все конец я точно не буду покупать эту машину надо срочно искать другую глупо глупо а почему я вообще снимаю это видео потому что последнее время зачастили такие ситуации когда мы ищем автомобиль клиенту у него относительно небольшой бюджет и хочет он например себе 5-7-10 летний автомобиль и когда мы находим какие-то варианты он ждет просто какого-то чуда я не знаю как это по-другому назвать он ждет от фокуса 2 например 2008 года выпуска что тот будет просто идеальный нет главное для нас чтобы вы приобрели себе автомобиль в родной геометрии именно геометрии как раз и могут быть по кузову ничего критичного нет в родной геометрии юридически чистый технически исправный вот а если после этого к примеру автомобиль при покупке потребовал от вас вложение денег например на т-ошку или замену тормозных дисков замену жидкости каких-нибудь антифриза тормозухи гуры что-то в этом роде то это нормально нормально что у него может быть треснуше лобовое стекло это тоже нормально и все это когда мы оцениваем автомобиль мы учитываем на и смотрим окончательную стоимость когда мы делаем вам отчет например и говорим там автомобиль требует небольших вложений примеру ну вот стандартно да там даже химчистку салон или еще что-то в этом роде то мы уже оценили его сцену его цену в рынке его общее состояние и недостатки и говорим вам автомобиль стоит внимание если на авторе цена завышена мы скажем вам что цена завышена и даже такие автомобили люди покупают мы не втюхиваем и не впариваем никому автомобили если человек готов был купить его за такие деньги мы не накручиваем ни копейки никогда и ни когда мы не покупаем и не продаем автомобили многие на ю тубе комментаторы пишут и они делают свои выводы какие-то думаю что я был когда-то перекупщиком что я был перекупщиком а теперь стал нас был на темной стороне а тут переметнулся на светлую стал таким героем который помогает людям не так я никогда не был перекупщиком ни разу в жизни я не покупал автомобиль с целью продать его дороже и выгодности заработать на этом ни разу за свою жизнь я продал 9 автомобилей 9 автомобилей за по сути 10 лет вождение 9 автомобилей перекупщик нормальность только за два месяца за месяц за два продает я я всего в жизни продал 9 автомобилей это все автомобили которые были в нашей семье или которые были у меня на каждом автомобиле я ездил не менее года не менее года до продажи я никогда не был перекупщиком никогда весь весь мой опыт все мои знания это обслуживание долгое долгое обслуживание ремонт и прочие прочие автомобили я работал автосервисе я за много чем занимался связан с автомобилями но не продажи и не купли никогда никогда не работал менеджер по продажам никогда не продавал автомобили в трейды не в автосалонах нигде этого не было никогда так что успокойтесь те кто кидается в меня какашками за это просто успокойтесь не было такого и так далее нет такого автомобиля который ждет вас где-то в гараже тут только для вас вот он стоял всю жизнь чехле и только для вас снимают с него чехол вы приходите и он прям сверкает прям блестит как в стразах нет, такого не бывает в большинстве случаев, это вот эти автомобили вот они, вот они ездят вот среди них мы находим такие которые будут вам скажем так, вас возить которые станут вашим другом и после этого вы сможете без особых проблем поездить на этом автомобиле продать его, вот какая у нас цель не важно, обращаетесь вы в нашу компанию или в любую другую, покупаете автомобиль во в салоне или с рук, не важно где и как когда вы покупаете поддержанный автомобиль надо учитывать, что на нем могут быть следы эксплуатации на нем могут быть какие-то косяки и прочее это нормально для автомобиля с пробегом и чем больше пробег и чем меньше бюджет и чем старше год, тем больше их и тем меньше мы обращаем внимание на мелочи потому что чем старше год и чем больше пробег тем важнее тем больше на первый план выходят такие параметры, как геометрия как состояние, техническое состояние двигателя, коробки наличие подушек безопасности юридическая частота и прочее тем больше вылезает и тем меньше и меньше и меньше значения имеют сколы, коцки, трещины на лобовом разбитые фары или еще что-то в этом роде это мелочи, потому что это не главное и в любом случае, но однако в любом случае мы учитываем их при подборе автомобиля еще бывают такие моменты возникают у наших клиентов, когда они обращаются в компанию, в нашу компанию им назначается эксперт и он ищет для них автомобиль и они смотрят наши ролики и думают, что что тот эксперт, который ищет им автомобиль они думают, что тот эксперт, который ищет им автомобиль он ниже квалификации, чем я вот это тот миф, который я давно хочу развеять ребята у нас в компании очень много ребят, которые сильнее меня в чем-то то есть я не могу быть абсолютным спецом во всем не могу это физически невозможно однако, обладая знаниями и умениями я могу практически любую машину посмотреть по аналогии например, я ни разу не работал с не знаю, с Альфа Ромео 159 но это не значит, что когда я приеду ее смотреть я не смогу ее правильно как эксперт посмотреть смогу потому что она состоит из тех же болтов и гаек что и любой другой автомобиль у нее могут быть свои болячки и прочее смысл в чем? в том, что я не являюсь специалистом по Альфа Ромео но я могу ее подобрать и наш, например, сотрудник какой-то наш эксперт, который у нас работает он может быть гораздо опытнее меня вот, например, Слава после того, как вышла битва экспертов у многих сложилось впечатление, что Слава это какой-то непонятный тролль такой который ходит там и там толком не шарит и зачем я его вообще взял я вам открою секрет Слава это высококлассный специалист и как моторист и как слезарь по ремонту автомобиля он в разы сильнее меня гораздо в разы но работа на камеру и работа в шоу, так скажем, которое выходит это немножко другое не каждый из вас смог бы так хорошо поработать на камеру как это сделал он, например да, однако быть хорошим экспертом и быть ну, не знаю личностью, которая выступает на камеру это тоже разные вещи поэтому не думайте Слава высококлассный специалист так же, как и многие другие ребята в нашей компании и есть те, кто сильнее меня в чем-то есть те, кто слабее меня в чем-то но объективно каждый из них является экспертом и если наш эксперт рекомендует вам автомобиль и вы, например, в этом вдруг засомневались у вас вдруг там ой, а может быть он мне там что-то не то рекомендует вы в любой момент времени можете написать мне вконтакте в личные сообщения вообще отчеты о проверенных автомобилях о тех автомобилях, которые вам рекомендуются я вижу практически все из них я смотрю практически не практически ну, все автомобили, которые мы знаем в принципе, я о них знаю и если вдруг у вас возникает какое-то сомнение вы можете написать мне в личку вконтакте чтобы и спросить уверен ли я в том, что наша компания может рекомендовать вам этот автомобиль без проблем только, пожалуйста, не надо мне теперь писать по всем подряд нет, это только по тем автомобилям, которые вы решили брать и у вас возникли сомнения за каждый автомобиль лично я отвечаю лично я независимо от того, кто вам его искал кто вам подбирал отвечаю лично я поэтому все будет хорошо компания Автоподбор вас никогда не подведет всем пока нельзя однозначно сказать, например подойти к автомобилю, ткнуть в одно место увидеть там 3000 микрон шпаклевку шпаклевку, кстати шпаклевка, шпаклевка еще много раз кто исправлял я знаю, что есть понятие шпаклевка и надо шпаклевать и шпатель, все замечательно я говорю шпаклевка я говорю шпаклевка я говорю комплектация фокуса гея я говорю позвонишь? я могу говорить как угодно, честно я это ни в коем случае я не безграмотный просто мне так удобнее поэтому, пожалуйста, отнесите к этому с пониманием я такой же человек, как и вы, все ошибаются а я могу себе позволить ошибиться в этих словах я татарин, блин, а не русский итак, поехали это, наверное, у тебя в ПС зайдет, да? давай итак итак